Жить, используя семь навыков, истории мужества и вдохновения Стивен Кови Всем тем, кто поделился со мной своими историями, лишь небольшая часть которых уместилась в этой аудиокниге Как извлечь максимум пользы из этой аудиокниги? Аудиокнига «Жить, используя семь навыков» — это истории разных людей, которые на своем жизненном пути сталкиваются с трудностями и сомнениями в бизнесе, в сообществах, в школах, в семьях, даже в самих себе В ней мы рассказываем, как они применяли принципы, изложенные в книге «Семь навыков высокоэффективных людей», как это помогло им преодолеть испытания и добиться удивительных результатов Что дадут эти рассказы слушателю? Те, кто уже знакомы с книгой «Семь навыков высокоэффективных людей», освежат навыки в памяти, вновь настроятся на их волну, и, что еще важнее, откроют для себя много новых возможностей справляться с вызовами судьбы Если же вы не знакомы с книгой «Семь навыков», эти истории помогут вам обрести веру в способности и мудрость, данные вам природой Я уверен, что эти истории, как и меня, покорят и вдохновят вас, помогут ощутить свободу, собственный потенциал и силу Но прежде чем продолжить, я должен кое в чем признаться Далеко не всегда я признавал ценность подобных историй Меня беспокоило, что слушатель может подумать, что я рекомендую следовать практике, отраженной в истории, а не рассматривать эту практику как иллюстрацию принципа В течение сорока лет моя жена Сандра выслушала сотни моих презентаций и каждый раз, когда мы обсуждали их, советовала мне использовать больше историй, приводить больше примеров, иллюстрирующих принципы и теории, которым я учу Она всегда говорила, не будь таким скучным, рассказывай истории, в которых люди могут увидеть себя Она интуитивно чувствовала такие вещи и, к счастью, решительно высказывалась по этому поводу Практика показала, что Сандра была права, а я ошибался Я убедился не только в том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но и в том, что образ, который откладывает в сердце и уме человека такая история, во сто крат ценнее Трудно в полной мере выразить мое уважение к людям, чьи истории вошли в эту аудиокнигу, к их готовности поделиться своей внутренней борьбой во имя жизни по универсальным и самоочевидным принципам Эти люди достойны уважения за то, что они собой представляют, за то, чего стараются достичь и чего уже достигли Их истории – блестящий пример глубочайших изменений Я склоняюсь перед их человечностью и бесконечно благодарен им за их откровенность Однако эта аудиокнига больше, чем просто сборник историй В ней заложена идея, объединяющая все эти истории Она строится на семи навыках, которые, в свою очередь, базируются на универсальных, вечных и самоочевидных принципах Слово «универсальный» означает, что эти принципы применимы в любой ситуации, в любой культуре, что они согласуются со всеми шестью основными мировыми религиями и что их обнаруживают все общества и институции, достигшие реальных успехов Под словом «вечный» я понимаю то, что они никогда не меняются Это устойчивые, естественные законы, как, например, закон гравитации Под словом «самоочевидный» я подразумеваю, что эти принципы нельзя оспорить Как нет, например, смысла оспаривать тот факт, что доверие надо заслужить Может быть, я покажусь вам слишком самоуверенным, однако я действительно верю, что все успешные люди живут по принципам, которые лежат в основе семи навыков Я убежден, что семь навыков приобретают все большую актуальность в сегодняшнем беспокойном, тревожном и переменчивом мире Чтобы жить в ногу со временем, чтобы обеспечить изменения, необходимы принципы, которые не меняются Позвольте мне минутку порассуждать Во-первых, определим эффективность как способ достижения желаемых результатов, который позволяет добиться еще больших результатов в будущем Другими словами, мы говорим о длительном, устойчивом и сбалансированном успехе Во-вторых, навыки – это воплощенные принципы, в соответствии с которыми человек живет, пока они не становятся привычкой, почти второй натурой Принципы – это естественные законы, которым подчиняется наша жизнь Они не зависят от того, знаем ли мы о них, нравятся ли они нам, согласны ли мы с ними, опять-таки, как закон гравитации Не я открыл эти принципы Я просто систематизировал и описал их Многие, особенно журналисты, просят меня привести примеры и свидетельства правильности моей теории И я часто делаю это Но я вижу, что лучшие примеры и свидетельства возникают, когда я в ответ предлагаю такое задание Вспомните человека или семью, проект или организацию, постоянными успехами которых вы восхищаетесь Это и будет лучший пример и доказательство Неважно, знают ли все они о семи навыках Они лишь живут по проверенным принципам Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь оспаривал хотя бы один из основных принципов Возможно, кому-то не нравится, как я описываю навыки Это меня не смущает Люди могут совершенно не соотносить себя с историями Но в своей ситуации они могут думать о других примерах демонстрации того же принципа Совершенно очевиден принцип ответственности Навык первый Тоже можно сказать о наличии целей и ценностей Навык второй И жизни в соответствии с ними Навык третий Это же касается взаимного уважения и пользы Навык четвертый Взаимопонимания Навык пятый Творческого сотрудничества Навык шестой И потребности в обновлении и постоянном совершенствовании Навык седьмой Принципы можно сравнить с витаминами и минеральными веществами, которые содержатся в любой пище Они могут быть концентрированными Их можно комбинировать, можно чередовать по времени Выпускать в виде капсул в качестве пищевой добавки Также и с семью навыками Их основные элементы, которые мы называем принципами, существуют в природе и могут выражаться по-разному Миллионы людей во всем мире находят полезными капсулы сбалансированных принципов семи навыков Ответы на вопросы почему и как заключены в некоторых из этих рассказов Доверьте Богу или природе этот источник питания Две мои роли В этой аудиокниге я постараюсь сыграть две роли – гида и учителя Первая роль – гид Если вы турист и впервые путешествуете по Нилу, возможно вы захотите воспользоваться услугами экскурсовода, который подскажет вам, на что обратить внимание и что особенно важно Однако если вы уже не раз бывали в этих местах или основательно подготовились к путешествию, скорее всего вы решите обойтись без провожатого Так же и с этими рассказами Думайте сами, нужен ли вам гид Если нет, можете пропускать преамбулу к рассказам Вторая роль – учитель В конце каждого рассказа есть небольшое послесловие, в котором я обращаю внимание на тот или иной аспект, на совершенно новый образ мышления, который способен направить или вдохновить вас Опять же, выбор за вами Вы можете делать собственные выводы и пропускать послесловие Я не обижусь Я пришел к убеждению, что повторение – мать учения И для того, чтобы помочь людям достичь осознанной компетентности, следует повторять одни и те же слова и идеи многократно, по-новому и по-разному Именно на это направлена аудиокнига Поскольку в ней рассказывается о том, как люди пытаются жить в соответствии с семью навыками, я повсеместно обращаю на них внимание слушателя Часто рассказчик понимает, что использует тот или иной навык в разгар повествования Если он не говорит, какой навык использовал, то там, где это важно для понимания, я оставил свой краткий комментарий Например, навык первый – будьте проактивны Если по какой-то причине это вас раздражает, не обращайте внимания и двигайтесь вперед Однако я убежден, что большинству слушателей, независимо от их осведомленности, это поможет лучше осознать принципы, о которых в данный момент идет речь В послесловии к рассказу я часто вновь упоминаю навык, быть может, с несколько иной точки зрения Помните, что цель данной книги – помочь слушателю углубить понимание принципов, воплощенных в навыках, и подготовиться к их применению на практике Не дайте словесным символам увести вас от цели Главное – это естественный принцип, определяющий последствия всех действий Помните, что это принципы, не требующие доказательств Я лишь облекаю в слова некоторые истины, которые уже заложены в глубине вашего сознания Я только хочу проявить их с тем, чтобы они влияли на ваши мысли, решения и действия Поэтому сами названия «семь навыков» – это всего лишь символы мира принципов Они подобны ключам, открывающим двери смыслов Все представленные здесь истории правдивы, и в большинстве случаев изложены словами рассказчиков В некоторых случаях я немного отредактировал их, сделав при этом все возможное, чтобы сохранить смысл, цель, тон и дух первоисточника Большинство имен в рассказах изменено для сохранения анонимности Исключения составляют имена, которыми озаглавлены истории Внутренняя битва Слушая эти рассказы, обратите внимание на то, что чаще всего люди выбирают подход изнутри наружу Обычно требующие внутренней борьбы и отказа от гордыни и эго, а порой и существенного изменения жизни и стиля работы Изменение почти всегда требует болезненных усилий, терпения и выдержки При этом обычно используются и развиваются все четыре уникальных врожденных дара человека Самосознание, воображение, совесть и независимая воля Почти всегда существует видение того, что возможно и желаемо И почти всегда достигаются удивительные результаты Восстанавливается доверие Возобновляются разрушенные отношения Личное моральное право продолжать изменения не вызывает сомнения Не все истории будут вам одинаково близки Субтитры создавал DimaTorzok